Садовая молодежь 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 жуков и прочих. А перерабатывает, а дальше куда? Куда? Корнем деревьев, куда? Ну там немножко посложнее система с помощью грибов и прочих, бекориц. Еще один муравейник, видите, им нигде ни разу мне не помешало. Еще один муравейник, нигде ни разу не помешало моим этим самым саженцам. Но это уже фотографии другой оперы. Так уж получилось, что это особое дерево, трагическая судьба, новая. Совершенно сорт появился, но отторжение ткани вместе прививки страшная вещь. Надо было перенести эти ветки на другие деревья, сохранить этот новый сорт, вегидативный, которого в природе не существует и быть не может. Но он как-то случился. У меня таких, примерно, несколько десятков. Вот. В общем, не успел я перенести то здоровье, то то, то то. А помощников не было, и едомочников не было, чтобы веточку где-то пристроить на другой подбой. Вот это вот, вот так вот выглядит грядка и саженец. Саженец это груши, нарядные фигуры. А так как у нас в стране земли нет, приходится калечь эту почву и дерн, который должен быть неприкосновением. Вот. Это вам напоминание. Это напоминание тем, кто не дает нам землю. Это в самой огромной стране мира, в самой богатой, с самым нищим населением, и которое не дает землю, чтобы люди могли себе что-то вырастить. Я не понимаю, что там сел в это самое правительство. Кто сидит. Смотрит, с виду нормальные люди. А когда дела, их нет. Вот. И крупный план. Помните, я в предыдущем фильме показывал абрикосы. Вот. Редчайший случай. Никогда, нигде у меня увидите, там, миллионы листиков. На десятках кровь. И не увидите его длинки. А здесь вот она причина. Вот она, вот она. Вот. Казалось бы, моровей уничтожены, моровей уничтожены. Отля летует. Ну, не совсем уж летует. Дерево по барабану такое количество отлей. Естественно, ни опрески ничего не делал. Да не смертельно. Но, если бы был бы дерн, и даже этого вот либо не было бы. Ну, вот еще один ракурс. Шелковица. Вот. Это тоже, это единственная в мире неукрытая, единственная в Сибири неукрытая шелковица. Единственная в Сибири. Мне нравится быть во всем первом. Ну, что я виноват, что ли? Вот. У нее своя судьба. Длинная судьба. Интересная судьба. Вот. В данном случае я просто консультирую факт. Есть здоровенное дерево, покрытое шелковицей. Выращенное мной с помощью корневых этих самых. С помощью укоренения. Вот. Ну, и как видите, вся в ягоде. Ну, еще, правда, не созревшая. Здесь Сергей с желтой драгана, с черешней. Вот. В 16-м году забыл последний урожай. После этого она у меня погибла и сейчас возрождается от корней. Но от корней пошли отводки, пошли корневые отводки от подгоя, то есть от вишни сибирской, штаммовой, красной. А так как это погибло, ну, а что делать в Сибири? Вот. Редкий случай гибели. Так как она погибла, то я надеюсь, ну, что, некоторые качества в данном случае вот этот цвет плодов передался по двое. Осталось подождать год-два, и мы это убедимся. Если он туда передался, значит, еще один камушек, богород этих самых, тех, кто утверждает, то есть эти наградации не существует и так далее. Вот. Тимошка, получается, пять лет назад такой был. Вот. Вот здесь вот вы видите выносящие вишни у соседа. Вот он, соседский домор. Здесь случилось чудо. А чудо было такое. Все вишни, а их тут штук 10-15, не считал в ряд. С сумасшедшим вырожаем ежегодным. И только однажды, под прошлым году, вот эта вишня последняя, воды укропнили два-три раза, и я получил доказательство своей правоты. Вишня, которую я назвал Сибирская Штамбова, это отдаленные потомки. Вишня Владимирской привезенной с Улыпинскими переселенцами. У меня нет других вариантов. Ну, в принципе, это никому не интересно. Но это дерево на заметке у меня. На следующий год она уже была такая же, как все мелкие кислые ягоды. Ну, для Сибири это радость. Вот. Черешня. Черешня. А вот получается так, что у меня на нескольких деревьях сгладились границы между вишней и черешней. Это то, что, если по большому счету, это не чистая черешня, не чистая вишня. Это дюк. Это когда носит долго объяснять все это. Так. Вот интересные деревьцы. Долго опять рассказывать. Ну, в общем, это потомок, или мельчайший потомок. Единственный мой случай, когда академик роскошно крупноплодный сорт измельчал, дал сумасшедший урожай. Вот. И качество вот этих самых его, как бы сказать, сохранились. То есть появился еще один несуществующий якобы на планете веквативный гибрид. Вот. Идем дальше. Ну, здесь что? Сало как сало, что его пробовать. И здесь тоже, что его пробовать. И это тоже, и это тоже, и это. Это Антон Валерий Сопронов. Он поверил в мою технологию, он поверил мне. Он был участником семинара еще двумя годами раньше. Вот. Он начал снимать фильмы. Он начал пропагандировать мое с удовольствием. Мы объединились в свои усилия. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот это вот моя гостевая книга. Я еще раз, может, кто-то добавится к нам. Смотрите. Вот это вот, ну, мой этот самый компьютер. Вот сюда заходим. Это сад. Сайт. Сайт Железова. Я просто нажимаю. А вам достаточно ввести запросы там в любой поисковик. То есть набрать по-русски три слова. Сайт садовода Железова. Вы оказываетесь на сайте. И после этого начинаете его изучать. Смотрите. Сайт садовода Железова. Набрали, нажали. И вы вот тут. Здесь уникальные вещи. Здесь публикации. Вот. Вот это вот сайт, когда я за него, за эти, должен был получить давно уже даже не государственную премию, а Нобелевскую премию. Вот это мои публикации. Причем часть публикации. Часть. 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 Маленькая. Не, не маленькая, но не больше половины. Видели? Вот. Мы сейчас не из-за этого. Мы сейчас по другому поводу. Так. Мы сейчас берем и переносимся в гостевую книгу. Да. Тут, кстати, есть фотогалерея, которой не может быть никогда. Вот. Но я вам уже, кажется, показывал ее. Вот. Это к тому, что, ну, опережение науки идет над… Если они сегодня займутся этим делом, с нуля, потому что это все надо было с нуля, если этим займутся, им понадобится минимум 37 лет, как мне. Так. А так как они этим делать не собираются, то отставание постепенно дойдет до 100 лет. Гостевая книга нажимаю. Вот. Вот. Ну, здесь хватает мусора. Удалить. Ага. И, наконец, здесь много интересного. Здесь про школу, которая в этом самом городе Кемерово. Нет, я, наверное, не сюда, не здесь включу. Я, наверное, вот эту включу. Вот эту. Вот. Вот. В городе Кемерово, по моей технологии, с моими этими самыми… с моими материалом, с моими косточками, с уникальной женщиной-подвижницей, с Кугоревой Антониной Ивановной. Получилось вот такое вот. Полное изучение. Сто процентов. Она уже выросила мои саженцы. Теперь учит детей. Знаете, чем кончилось сейчас? Вот. Смотрите. Ой, сейчас долго не встать. Ну, давайте попробуем. Вот. Наконец, приехал телеканал «Мир». Федеральный телеканал, и я надеюсь, она станет звездой основополучия нового движения. В школах плодовые сады. Причем не просто сады, а сорта мировых стандартов. Все материалы от железовой технологии и косточки. И плюс вот та уникальная женщина. Ладно. Посмотрели, для чего нужна гостевая книга. То есть здесь свежие новости, новости, новости. И здесь я раз в неделю размещаю вот такое объявление. 3-го мая. Это уже, в результате, вы сможете поучаствовать. Потому что сегодня 1-го мая. Я вас поздравляю, кстати. Я старый большевик. Поздравляю вас с 1-ым маем. С наступающей Пасхой. Вот. Просто уже в следующий раз вы зайдете сюда и узнаете, что следующий будет состоять 10-го мая. 17-го. Раз в неделю по понедельникам. Время московское. 16.00. Вот. На этот вы, конечно, не успеете. Пока фильм смонтируется. На следующий можете успевать. И вы будете заходить в гостевую и узнавать, когда состоится следующий этот самый. Следующий вебинар. И вы узнаете столько всего. А пока вернемся к нам сюда. Так. Нет. Не сюда. А, кстати, это и есть вебинар. Знаете, для чего вебинар нужен? И вот эти соседи спилили полукультурную яблоньку. Ну, фактически ранетку под названием Костяковский пипинчик. А ко мне приехал Курдюм. Я ему говорю, Николаевич, пошли. Я познакомился. Он так любит эти полукультурные яблони. Вот. После него я опять их полюбил. Когда-то я любил, потому что считал, что 500-граммовые яблоки это недосяжимо. А потом мне как бы отошли на второй план. Ну, типа, ну, ездил я на Запорожье. Ездил я на Океа. Да. Ну, сейчас на Ниссане. Нет. На Ниссане он быстро развалился. Сейчас я езжу на таком полурусском. На Лада Аргус. Так. Но когда-то же ездил на Запорожье. Так вот, такие вещи надо уважать. Мы приходим с Курдюмом. Заходим с соседями. Я его хотел угостить. Это не мое, не мое. Но все равно... Они должны быть в каждом саду во всей России. А этот пень. Пень. Все. Повернулись и пошли. Так бывает. Так, ну, ладно. Где мы сейчас были с вами? Мы сейчас были вот тут. Так. И вот на этой вот мы где-то остановились. Сергея Желча Черешча увидели. Так. Дюки увидели. Вишни Черешча гибриды. Сафрона увидели. Ага. Ну, дальше просто красивая фотография. Мне удалось увеличить размер вишен с помощью внедрения генов в черешню. Особый разговор. Вот до такого размера. Свинки не текут. Они съедобны. Вот. Но это просто рухнула ветка. Спасти невозможно. Вот. Вот. Абрикосы как абрикосы. Все их пробовать. Вот. Вот. Вот здесь вот я почему-то фотографировал. Есть такое дело. Я буду на этом вебинаре, если дойдет или на следующем, это критиковать это дело. Вот. Ну, берут и пишут. Причем некоторые ссылаются на 19 век. Я не буду называть фамилию знаменитого сада. Да некоторые сами. Корневая шейка должна быть на 5-6 сантиметров выше уровня земли. Да кто тебе скажет? Ты как за Бог это решил? Как? За Бога решил? Что корневая шейка должна быть выше. Да она то и корневая, что на границе землевозных ее природное место. Ну, понятно. Я ладно металл в руках. Я хоть знаю, что это коррозия металла. Коррозия металла это уничтожение. Структура металла на границе среды. 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 Вот он граница среды. Земля, воздух. Вот взял, решил за него. И вот я такими фотографиями как раз оснащаю свой этот самый. Свой вебинар. Чтобы смотреть. Да, у меня получилась такая корень то есть. Получается корневая шейка висит в воздухе. А что хорошая если корень, Которая не выдерживает температуру 20 градусов по теории. Ниже не выдерживает. Почему он должен в воздухе болтаться. Его место под землей в уютном этом. В уютной почве. Вот. Ну одной. Но я фотографировал из-за этого. Видите. Здесь тоже так называемый сморовинник. Но он совершенно не мешает расти вот этой селье. Вот. Ну еще можно было поговорить про тепловую подушку. Вот такие посадки когда с севера в жестких сам климате. Стена, например, белая или почти белая. Вот. Здесь всегда теплее даже зимой. И это называется тепловая подушка. Так. Ну это абрикос амур. Опять муравейник. Я их очень люблю, уважаю, никогда не трогаю. Ну вот скажите. Видите приросты на дереве? Ну чем муравейник им помешал? А то, что муравейник кормит дерево, что его надо уничтожить. Вот. Это знает. А что кормит дерево, об этом не знает никто на планете. Еще важнейший момент. Мой важнейший совет. Никогда ни с чем, ни с ножом, ни зачищать, ни вырезать, ни замазывать. Ничего не делать. Только дерево или спасет себя, или не спасет. У меня ни одного случая гибели из-за этого. Это у меня. Вот. Не подходить, не подходить. Прекрасно это. Рано это остается, но оно становится. Изолируется от основного дерева. Вот. И мякоти дерева. И ничего с ним не случится. И не случилось и не будет никогда. Вот. Нельзя подходить и ничем не мазать. Вот тут вы обязательно испортите все. Вот это одно из основополагающих принципов садоводства Железова. Так. Видите вот в этой коле? Еще один муравейник защищен. Специально защищен. Вот абрикос. Ну, середина лета. Он начинает созревать. Ни одной тлинки не найдете никогда. Если нетронутая почва, если культивируете именно муравейники. Никогда. А если все-таки появилась тля, значит дерево ослабло. Значит у него, у этого дерева иммунитет нарушен, ослаблен. Потому что сплошь и рядом мы двигаем на север южной культуры. И они заболевают или сразу. Да. Практически сразу. А при той вахханалии, что творится на рынках вдоль дорог. Вот. Особенно не дай бог это самое. Как начинаешь разбираться, что это такое. Красивая фотография. Все из интернета. Вот. В конце концов докапывается, что это не питомник. Что перевезены за тысячи километров. Вот. Еще не стесняются пишут. Сорта мировых. Мировых питомников. То есть Англия, Италия. А? Испания. Мировые питомники. Все обречено на смерть. И они этим еще хвастаются. А точнее не хвастаются. Они как бы. Человек читает. Уши развесил. И такое впечатление, что в школе не изучал. Не видел эту карту географическую. Где Италия. Где Россия. По которой проходит полярный круг. Уже этого достаточно, чтобы дерево слабло. Но. Существуют деревья. На которых. Это у меня. На которых. Мородостойкость повышена 5-10 градусов. Как? За счет подвоев сверхмородостойки. За счет щадящей технологии. Никаких секаторов. Никакой дури. Знаете вам это. Сейчас. Сегодня. Если вот этот снимок. Возьмете. Я могу подарить. Как для прикола. Подарить. Вы берете его. Посылаете. В этот самый. На канал Туманова. Вот. Замечательного садовода. Первый садовод России. Но у него такая вакханалия. Когда там. Супер специалисты. Они сами себя так называют. Шикарными. Вот. Тут же требует. Отрезать. Напрямую эту ветку. Вот. Это злоба. Против того. Что. Ветки растут. А им. Яком. И положено иметь штаб. Вот. Это злоба. Дикая. Невероятная. Сейчас знаете. Мне осталось тут. Несколько минут. Я уже. Будем считать. На этом мы закончили. Экскурсию по моему саду. Да. А вот это вот. Вы поверите. Нет. Сейчас покажу. Вот это. Вот этот саджинь. Вот это. С фотографией была размещена. И там где. Миллион с лишним. Зарегистрированных. И вот этой дамы. Которая хвастается своим образованием. Я же фамилию не называю. Она просила. Уже взморилась. Вот. Потребовала отрезать. Вот эту ветку. Нижнюю. Представляете. Фактически. Полденца. Дерево. Полдерева отрезать. Мы ничего не путаем. Смотрите. А этой повезло. Она чуть-чуть вертикальнее. И еще вот вторая, третья, четвертая. Чтобы штамп был отсюда. Уничтожить фактически дерево. Причем четырьмя здесь. Раз. Дрым. 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 Тут чуть ли не бензопилу надо брать. Ножок и долго резать. Вот этот идиотизм процветает. К сожалению. Вот. Ну и тут еще. Вот. Им так нужен этот штамп. Вот это мне присылают из Москвы. Вот это все подробно есть. Описано. Это задокументировано. Это мой саженец. Он себе рос никому не мешал. Вот. А он уже. Этот Александр. Вот. Он уже научен мною. И ничего его не делал. Ни штамп не делал. А вот этот. Знаете откуда. Смотрите. Не приглядитесь. Стамп. Видите. Вот такой. Вот. Посмотрели. Пока. Один. Ну то есть как сказать. Оба как бы. На старт. Внимание. Проходит год. Внимание. Вот это мой. А вот этот мертвый. Вы поняли что такое штамп. Вот этот дебильный. Не считая другого что. Смотрите. Что он мне пишет. Внимание. У меня уже заканчивается время отведенное на эту съемку. Вот. Смотрим внимательно. Помню ваш ответ на мой вопрос. Я его приобрел в институте. Это я железом. Своими руками стер название института. Сейчас жалею страшно. Насколько можно людям голову морочить. Не знаю. Может сливок это рядом академика опылило. А если такое возможно. Или он частично самоплодный. Московская область. Город Калиев. Да. Он частично самоплодный. Это он показывает абрикосы. Прекраснейшие абрикосы. С моего вот этого дерева. Вот это. Вот это. Вот это. Вот она. Еще раз посмотрите. Вот это с Сибири. Ах с Сибири не будет расти. А вот это вот. Ну назовем. Почему я не. Ай. Я забыл название. Я специально стер. Вот здесь было название института. Которое было это. Вот так вот. Вот вам и штамп. Поняли да. Вот. А потом еще одно. Представляете. Это я уже поплакаться хочу. Помните как Ваньку Жукова. Это самое. Как это. Это. Селедочная морда мне в рыло тыкало. Вот. Это. Классика. А вот моя классика. Во второй сезон. Когда пошли рост. Боковые ветки. Было сломано центральное. Сам сломал. А меня требует. Почему не выросла боковая замещающая. Объясню вам. Вот это его саженец. Я уж коротко. Сейчас. Заканчивается. Время. И тут же. Оно сам отключится. Вот это его саженец. Вот он отломал. Теперь по его мнению. Она должна была вверх расти. Он за дерево решил. Не зная простой истины. Я беру. И разворачиваю вот так. Почему. Она должна была быть боковой. Боковой. Почка. Вот это вот. Почка. Вот это вот. Вот она внизу. Вот она пошла. Она должна быть боковой. Насильно выпрямили. Сделали саженец. Вырос достаточно уродливо. Но. Шикарнейший саженец. Он попал. Это просто. Ну повезло человеку. Что Сергей ему вышел такой саженец. Он должен взять. Вот так. Как я учу. Отрезать. Так. Вот тут. Отрезать. 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 Посадить. 10-15. Делать прививок. У него. Целый сад. С такими сортами. Которые не виданы. Это же. Ну повезло человеку. Что когда у него. Вот это вот. Обломил. Сам обломил. А виноват то я. Сейчас поймете. Ну. Еще раз потом прочитаю. Вот это. Саженец ненормальный. Саженец. Ну все понятно. Вот. Ненормальный саженец. Запомните. Вот. Привитые саженцы растут. Хаотично. Это вам не сеянец. Другое дело. Что мы можем использовать. Плюсы и минусы. Если бы он не обломал. Сейчас бы и вопросов не было. А теперь обломал. Он оказывается. Прищипанием занимается. Запомните. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Не подходите с прищипанием. Вот этот прием. Который я запрещаю. Потому что весь мир прищипывает. Нельзя. Почему? Другой раз объясню. А здесь что? А здесь получается это. Отломил ветку. А саженец ненормальный. Оказывается он неправильно после этого отлома расти начал. Не понимая вот этого самого что. Это. Боковая ветка. Специально наклонился. Боковая ветка. Она должна так. Она должна так. Оно. Оно. Неправильно. Неправильно. Улыбаша. Попробую.